Витанская разведка сообщает, что армия России несет крупнейшие потери со времен пика сражений за Бахмут. Скажите, а могут ли россияне, ну вот российские военные, скажем так, повернуть штыки в другую сторону, в обратную? Но они же тоже понимают абсурд этой ситуации или это невозможно? Нет, это абсолютно невозможно. Против таких режимов не бывает восстания. Ну не бывает. Слушайте, ну вот ваш героический народ не восставал против Щербицкого. Вот у вас сидел наместник Щербицкий, который после Чернобыля на 1 мая устроил демонстрацию, своих всех детей они вывезли, у себя весь чернозем в своих поместьях заменили, а людей вывели на 1 маяскую демонстрацию. Полные подонки. Совершенно полные. Ну слава богу, ничего страшного не случилось, но могло случиться вполне. И что, кто-то бунтовал? Нет. Кто-то бунтовал против Сталина? Нет. У вас в Украине было сопротивление очень долго после окончания Второй мировой войны. Очень долго было ваше сопротивление и совершенно героическое. Но после того, как его подавили войска НКВД, ну, я не знаю, во сколько десятков раз там было преимущество и в огневой мощи, и в людях и так далее. После того, как они подавили это сопротивление, у вас сопротивления не было. Были отдельные диссиденты, были отдельные герои, как они были и в России, и в Киргизии, и где хотите, естественно, да, в Литве. Но массового сопротивления не было. Не было массового сопротивления против Гитлера. Не было массового сопротивления против Муссолини и так далее. Против таких режимов этого не бывает. Осознание безумия политики, осознание того, что нас ведут на смерть и так далее, оно будет выражаться не в том, чтобы повернуть штыки, как вы говорите, А в массовом дезертирстве, в сдаче в плен, в уклонении от мобилизации и так далее, и так далее. Вот это реалистичная вещь. И, кстати говоря, этому очень содействует наша оппозиция. Вот у вас есть портал «Хочу жить», куда могут обращаться наши солдаты для того, чтобы сдаться в плен. А с противоположной стороны есть проект, который называется «Идите лесу». Это проект, который помогает, дает инструкции по уклонению от мобилизации. Если ты на территории Российской Федерации, по дезертирству и по сдаче в плен. Не убивайте. Не погибайте сами, не убивайте других людей. То есть, вот это может быть. Вот того, что вы говорите о народном восстании, нет, не может быть. Возможно, другое. Что кто-то из приближенных бояр, кто-то из тех, кто вхож в опочивальню, как граф Палин мог войти в опочивальню императора Павла. Кто-то из самых высокопоставленных людей может убедиться в полной безнадежности ситуации, вот в полной совершенно, и понять, что надо смещать императора. Вот это возможно. Вот это возможно. Никакой прекрасной России будущего не будет при этом, разумеется. Будет другая диктатура, но диктатура может быть более разумной, чем диктатура Путина. Она прекратит войну, если к тому времени еще наши солдаты останутся на вашей территории, они их выведут, они будут отпускать, они согласятся на репарации, они будут отпускать политзаключенных, ну и так далее. Будет более разумная диктатура. Это возможно. Леонид Яковлевич, а тогда так уточню. Я понимаю, что это возможно непростой вопрос или философский, а вот среди этих бояр, которых вы говорите, который вхож в опочивальню и который может решиться на это, так кто может решиться или кто может отдать приказ? Любой. Любой. Любой из них. Я думаю, что он боится всех. Он боится их всех. Знаете, дворцовые перевороты совершают приближенные. Только приближенные. Чтобы совершить дворцовый переворот, надо как минимум войти во дворец. А во дворец пускают не всех. Понимаете? Поэтому только приближенные могут это сделать. Только самые близкие люди, с которыми он за столовом иногда сидит, которые могут к нему в кабинет войти. Вот. Только они. Только они. Больше никто. Не войти в историю. И войти в историю. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok